Уже в эту пятницу, 15 апреля, стартует голосование по проектам благоустройства. Жителям страны вновь предоставлено право определить, какое именно общественное пространство должно преобразиться в первую очередь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать территорию, которая будет комплексно благоустроена, северяне могут по 30 мая включительно. Итоги станут известны уже 6 июня. Участвовать в голосовании могут жители Мурманской области старше 14 лет. Другие подробности на оперативном совещании в правительстве региона привел губернатор Андрей Чебес. В этом году у нас в голосовании примут участие 17 муниципалитетов. И проекты, набравшие наибольшее число голосов, как раз попадут в перечень объектов для благоустройства в 2023 году. Понятно, что это помимо тех проектов, благоустройства которых уже запланировано. Сделать свой выбор и кардинально изменить облик той или иной территории можно как на портале госуслуги, так и на специально созданной платформе проекта. Ее в прошлом году представил Минстрой России. Адрес вы видите на экране. Глава региона напомнил, в 2021 году уникальную возможность изменить вид из окна, облик улицы или находящегося по соседству парка не упустили более 50 тысяч северян. Благодаря активности жителей 12 муниципальных образований региона было выбрано 14 проектов благоустройства общественных пространств. Реализованы они будут уже в этом году. Добавим, только за три минувших года из регионального бюджета на обновление парков, скверов и территорий дворов было выделено почти 5,5 миллиардов рублей. Притом, если за 19 и 20 годы расходы областной казны на благоустройство составили 2,8 миллиарда рублей, то за прошлый год почти столько же 2,5. Благодаря такой мощной финансовой поддержке в 2021 году в регионе удалось преобразовать 17 общественных пространств и почти 250 дворовых территорий.